МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вызвали на ковер. Подрядчики теперь будут лично отчитываться перед мэром о ремонте дорог. Парк дружбы превратился в прекрасную оранжерею. На финишную прямую вышла подготовка к фестивалю цветов. Всем выйти из сумрака. Эксперты обсуждают, как бороться с теневой экономикой. Полвека вместе юбиляру супружеской жизни принимают поздравления. Поклонники футбола и коллекционеров всего мира могут пополнить свои собрания марками с уникальным штемпелем. Он посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года. Его изготовили специально для Самары. В торжественной церемонии гашения приняла участие и наша съемочная группа. Спасибо. Поздравляю. Оттиск редкого штемпеля Сергей Федькин получил одним из первых. В его коллекции несколько сотен марок в основном на спортивную тематику. И уже есть редкие экземпляры из прошедших ранее гашений, посвященных чемпионату мира. Теперь коллекция пополнилась юбилейным пятым штемпелем. Это очень значимое событие. Не только для нашего города, а в общем мировом масштабе. У меня два внука. И я думаю, что мои внуки будут очень рады такому подарку от своего деда. Гашение производится эксклюзивным штемпелем, изготовленным специально для Самары. На нем есть название города, указана дата и почтовый индекс главного почтового отделения. В торжественной церемонии гашения принял участие глава города Олег Фурсов. Теперь один экземпляр марки с памятным штемпелем будет храниться в музее городской администрации. Мы готовимся к чемпионату мира 2018 года. И вот события такого рода, они, конечно, очень важны для истории города, для настроения людей, для того, чтобы мы все ощущали ту ответственность, которая связывает нас при подготовке к этому замечательному футбольному фестивалю. Город преображается, вы это видите. Появляются новые улицы, ремонтируются старые, меняются фасады домов. Все большее количество людей выходит с инициативами такими общественными, направленными на то, чтобы город становился краше. Мы такие инициативы поддерживаем. Марки, на которых изображена история участия России в чемпионатах мира по футболу, выпущены тиражом 600 тысяч экземпляров. Они разойдутся не только по территории всей России, но и за рубежом. Марки ждут коллекционеры и поклонники футбола в 50 странах мира. Следующее гашение новой партии марок запланировано на август. Сделана почтовая марка с изображением Самарского стадиона, который мы увековечим этим штемпелем и будем гасить в конце августа. Это будет 30 августа и это будет поистине большое событие из Самарской области. Уникальный штемпель выпущен только на сутки. После его изымут. Поставить оттиск все желающие могут в 99 отделении почтовой связи. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Дорожные работы в Самаре кипят и под палящим солнцем, и в лунном свете ремонт идет круглосуточно под контролем властей. С этой недели на общегородские совещания вызывают и представители подрядных организаций, которые делают самарские дороги, чтобы те могли лично отчитываться перед мэром о проделанной за неделю работе. К диалогу прислушалась Марина Матвейшина. Работа кипит, асфальт плавится. Устоявшуюся в регионе жару дорожники обращают себя на пользу. Высокие температуры, самое время укладывать асфальт. В этом году в городе идут работы на 73 объектах дорожного строительства. Причем большую часть из них должны сдать уже в этом году. По проблемным вопросам с подрядными организациями, фактически ежедневно, включая выходные дни, проводятся оперативные совещания с выездом на место. Есть небольшие срывы по выполнению графика работ, но в основном это связано в большей степени с коммуникациями и перекладкой сетей, как аварийными, так и локальными. Кроме самой дороги на плечи подрядчиков ложится и благоустройство придорожной территории. Пока объект не сдан городу, именно строители должны следить за порядком на обочинах, косить траву и убирать мусор. С этой задачей подрядчики справляются на тройку, отмечает глава города Олег Фурсов, а потому дает поручение навести порядок до конца недели. Не устраивают мэры и темпы дорожных работ. Мы с вами должны все-таки до 20 августа, как договаривались, в основные работы завершить. Нам крайне это необходимо. До 1 сентября, пока высокая температура, чтобы мы получили качественные дороги. Вы не все свои мощности используете. Нужно здесь наращивать темп. Подумайте, откуда людей перебросить или дополнительно нанять. На ремонт дорог в этом году выделено более 2 миллиардов рублей. Еще 400 миллионов пришли из вышестоящих бюджетов. Есть возможность увеличить эти суммы. Если работы в Самаре будут выполнены качественно и в срок, город сможет получить дополнительные финансирования за счет тех регионов, которые не успеют освоить средства, выделенные на проведение дорожно-ремонтных работ. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Дорожное полотно обновляет и на участке улицы Аврора. За счет средств областного и городского бюджетов здесь запланирован комплексный ремонт на отрезке от Московского шоссе до Аэродромной. Его площадь 63 тысячи квадратных метров. Работы ведутся ночью, чтобы не провоцировать пробки. Из чего будет сделано новое покрытие и сколько оно прослужит, расскажет Лариса Шалафаст. Пока город спит, они на рабочем посту. На улице Авроры работает тяжелая техника. Катки, асфальт-укладчик и несколько погрузчиков. Перед началом ремонта очищенный участок дороги покрывают битумной эмульсией. Только после этого, как на клей, начинают укладывать асфальт. Сначала укладывают выравнивающий слой крупнозернистой смеси толщиной 6 сантиметров. Все этапы ремонта контролируют специалисты муниципального учреждения дорожное хозяйство. Когда основание будет уложено, выезжает дорожная лаборатория, берется испытание. То есть, керна из асфальт-бетонного покрытия проходит испытание. Если все соответствует нормам, разрешается укладка верхним слоем. Если все показатели проб будут в норме, приступят к завершающему верхнему слою, толщина которого должна составлять 5 сантиметров. Гарантия – 5 лет. Если появятся изъяны, подрядчик будет устранять их за свой счет. На участке от московского шоссе до аэродромной меняют не только дорожное покрытие. Здесь идет комплексный ремонт. В рамках общества «Ремонт» предусмотрена замена всех светофорных узлов на нового образца, которые у нас светодиодные. Соответственно, пешеходные ограждения все. Параллельно производятся работы по монтажу смотровых колодцев, даже заприводных колодцев. Полностью завершить ремонт этого участка планируют до начала сентября. Всего в этом году комплексный ремонт и ремонт большими картами пройдет на 73 городских дорогах. Приведут в порядок и больше 60 объектов внутриквартальных территорий. Половина запланированных работ уже выполнена. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Готовь сани летом, а розы весной. Таков девиз ландшафтных дизайнеров. Сейчас для них самая горячая пора. На финишную прямую вышла подготовка к фестивалю цветов. На любимый городской праздник всех самарцев приглашают уже завтра. А сегодня его участники готовят 17 роскошных композиций. Разбираться в тонкостях цветоводства в парк «Дружба» отправилась Валерия Макарова. Оказавшись в таком месте, хочется надеть шляпу и сменить профессию. В настоящий сказочный сад превратится парк «Дружба» в эту субботу. Всех самарцев приглашают на фестиваль цветов. Розу сорта двойное удовольствие в Самаре встретишь нечасто. Зацветает она красным, а цветает белым. Необычная сама форма куста. На стебель шиповника прививают разные сорта роз. Украшают растения ленты цвета болгарского флага, что особенно символично в год 140-летия «Дружба» между двумя народами. Знаете, идея почему-то, когда вообще сказать, что будет такой праздник, у меня почему-то сразу такая идея пришла именно вот в этой тематике сделать. Подготовка была, ну, подготовка как? Розы, они готовятся с весны. То есть мы их удобряли, мы их поливали, отливали, чтобы они цвели в этот период, зацвели. Для дизайнеров главная интрига – кто победит в конкурсе, главный приз в котором 100 тысяч рублей. В этом году тема «Цветущий город». Всего участников 11, еще 6 композиций подготовит районная администрация. Для горожан фестиваль цветов – это шанс прикупить растения и для своих садов, получить эстетическое удовольствие и поучаствовать в праздничной программе. В 11.30 планируется шесть костюмированных детей, которые у нас стартуют от пересечения улицы Гагарина и Советской армии, проследуют доль улицы Гагарина и торжественно войдет на территорию парка к центральной сцене. Всю красоту, созданную цветоводами, можно увидеть в субботу 30 июля в парке «Дружба». Время работы площадок с 10 утра до 6 вечера. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Овощное раздолье. В Самаре через две недели начнет работу ежегодная сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева. Фермеры уже начинают подавать заявки, чтобы им выделили места. Ожидаются производители не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Что будут продавать и сколько это будет стоить, разведала Марьяна Мирная. Долгожданная традиционная сельскохозяйственная ярмарка откроется с размахом. В этом году она станет вдвое больше. Площадь разделится на две части. Со стороны улицы Красноармейской разместятся 270 палаток. А со стороны Вилоновской будут заезжать автомобили с продукцией около 75 грузовиков. Здоровая конкуренция должна привести к снижению цены на товары, считают организаторы. Конечно, нам лучше, чтобы наши, в первую очередь, мы будем давать места, предоставлять тем, кто с нашего региона. Тот, кто у нас вырастил, тот, кто хочет продать, как говорится, заработать на реализации своей продукции. А вообще, из опыта прошлых лет у нас было, с Мариэл ягоды везли, с Пензы, там, допустим, с Ульяновской, картошку, ягоды тоже. Фрукты, овощи, хлеб, мясо, молоко, мед и рыба – ассортимент, как и всегда, широк. Главное, говорят в департаменте потреб рынка, чтобы цена не зашкаливала. Для этого ввели новые меры и рычаги воздействия на тех, кто захочет не просто заработать, а обмануть жителей, пришедших за покупками. Речь идет не только о ценовой доступности, но и о качестве продукции. Попасть на ярмарку смогут те производители, которые предоставят необходимый пакет документов. К тому же, рядом с торговыми точками развернут специальную лабораторию и установят контрольные весы. Качество товара будут тщательно проверять. Мы ввели еще одну новую методику для того, чтобы этот контроль был усилен. То есть договора не заключаются с предпринимателем на весь срок работы ярмарки. Они дискретные, разделены на три недели. В случае, если предприниматель ведет себя в том числе и по этим вопросам, по поднятию цены адекватно, договор с ним продолжается. Если нет, он заканчивается и дальше мы просто меняем человека, который стоит на конкретном месте. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начнет работу 12 августа и продлится до 30 октября. Приобрести товары народного хозяйства можно будет три дня в неделю. В пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра и до 6 вечера. Также в этот период горожане смогут приобрести товары местных производителей, посетив сельскохозяйственные ярмарки, расположенные в Ленинском, Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах города. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. 5 миллионов рублей. На такую сумму в общей сложности оштрафовали работодатели Самарской области за полгода. Причиной стала ценевая занятость их подчиненных. Это когда работник трудится неофициально и получает, как говорят, зарплату в конверте. В основном это сферы торговли, строительства и услуг. Первые в списке – Самара, Тольятти и Сызрань. Чтобы поймать за руку работодателей, постоянно проводятся рейды. В итоге за одного официально нетрудоустроенного сотрудника юрлицу может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Но страдают при таком раскладе сами работники. От размера зарплаты, напоминают специалисты, зависит их будущая пенсия. Либо ты работаешь легально, у тебя белая заработная плата, и ты своевременно в общеустановленный возраст уходишь на пенсию. Мужчина в 60 лет, женщина в 55 лет. И получаешь страховую пенсию. И чем выше у тебя заработок и больше стаж, тем выше у тебя будет пенсия. Либо ты работаешь нелегально, получаешь серую заработную плату. То есть с минимального размера оплаты труда. А теперь коротко о других темах дня. И миллионы не спасли. В Самаре сдержали двоих мужчин за вымогательство особо крупной взятки. Московский адвокат и председатель общественной организации вымогали у местного бизнесмена 16,5 миллионов рублей за то, чтобы отменить решение арбитражного суда по делу о налогах. Мужчин сдержали с поличным, пока они получали часть денег. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Самарские полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину в Кировском районе и скрылся с места ДТП. Авария произошла на улице Металлистов 36А. Пенсионерка шла по дороге во дворе по ходу движения, когда в нее врезался автомобиль. Номер и марка машины устанавливаются. Можно превышать скорость и неправильно парковаться, если от этого зависит жизнь человека. В общественной палате предложили отменить штрафы для скорой помощи и спасателей, если они следуют на экстренный вызов. Сейчас штрафы удерживают и зарплат водителей. Идет долгое протестование. Новая инициатива позволит исключить наказание из-за нарушения правил дорожного движения, когда врачи и спасатели спешат на вызов. Тем более, что с 1 июля этого года служба экстренной помощи обязана пребывать на место за 20 минут. 29 человек эвакуировали из здания отдела полиции в Куйбышевском районе Самары. В Центру управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о заминировании. На место выехали спецслужбы, людей вывели. Звонок оказался ложным. При обследовании здания взрывоопасных веществ не обнаружили. Танцы на перроне. В День железнодорожника на Самарском ЖД вокзале пройдет танцевальный флешмоб. Бойцы студотрядов танцуют с 11 до 12 часов 30 июля прямо на платформах вокзала. Такие же акции пройдут и в других российских городах. Ранее на Самарском вокзале устраивали флешмоб артисты театра оперы и балета. Война, изменившая устройство мира, о которой многие почти ничего не знают. 1 августа – день начала Первой мировой. Памятную дату будут отмечать повсеместно в странах-участницах. В Самаре прошел урок мужества. Герой России Игорь Станкевич встретился с участниками военно-патриотического клуба «Дозор». Вероприятие состоялось музей Привожско-Уральского военного округа. Тема – героические страницы истории русской армии. На занятия побывал и Олег Зверев. Они мечтают стать офицерами и с большим интересом приходят на занятия в военно-патриотическом клубе «Дозор». А сегодня в программе экскурсии в один из лучших военно-исторических музеев страны. Будущим защитникам Отечества на примерах великих предков рассказывают о традициях российской армии. Военное дело для курсантов – серьезное увлечение. У них уже много побед. Им доверяли нести вахту на посту номер один. Теперь в «Дозор» принимают с 9-летнего возраста. Впереди у многих военное училище. Хочу стать военным офицером. В Рязанское училище поступить, в ВДВ. В своем клубе мы занимаемся во многих направлениях. Таким как парашютная подготовка, строевая подготовка, огневая и многие другие. Но у меня в своем клубе, я хожу уже 7 лет, командир клуба. Тема занятий – Первая мировая война. С этого события началась в кровавой истории 20-го века. Но о ключевых сражениях знают только профессиональные историки. О героическом брусиловском прорыве рассказывает герой России Игорь Станкевич. Сегодня настало время исторической правды. Организация «Героя Отечества» подготовила сборник о боевых подвигах разных времен. И это особенно важно для нового поколения воинов – знать, что всегда Георгиевский крест и звезда героя украшали грудь самых достойных. На нашей передвижной выставке есть уникальная фотография. Генерал Хижняк, который в годы Великой Отечественной войны формировал здесь, в Куйбышеве, дивизию. И на этой фотографии он генерал-лейтенант. По левой стороне мундира у него ордена Ленина, боевого красного знамени. А на правой стороне мундира четыре Георгиевского креста. Вот это честная история государства, что человек, он совершал подвиг и в ту войну, и в эту войну. За победу в областных соревнованиях «Зарница» курсантам вручены грамоты с пожеланием, чтобы впереди у них были только триумфальные выступления и самые высокие воинские награды в будущем. Олег Зверев, Станислав Левин, События. Вечно молодые и вечно влюбленные. В Самарском дворце бракосочетания в окружении детей и внуков чествовали золотых юбиляров семейной жизни. Как им удалось прожить в любви и согласии полвека, удивлялся Андрей Горгуленко. Виталий Сергеевич и Тамара Федоровна танцуют так же душевно, как и 50 лет назад в день свадьбы. Будто только недавно познакомились у автомата с газировкой. Хотя с тех пор у них выросли две дочери, родились три внука. Юбиляры говорят, за долгую жизнь чего только не было, но они сумели сохранить уважение друг к другу. Терпели и хорошее, и плохое. В жизни это не бывает гладко, что вот на и все, нам. Нет. Тем не менее, жизнь строим мы, и мы ее стараемся сделать такой, чтобы она была прекрасна. И так же как бы поддерживаем друг друга вот все 50 лет. Чита Калининых – одна из пяти пар, которых чествовали во дворце бракосочетаний. Все золотые юбиляры были внесены в почетную книгу гостей дворца и поставили подписи, как и полвека назад. Вы прожили достойную жизнь. Ваша жизнь была наполнена яркими событиями. Рождением детей, внуков, работой. Ваши отношения – пример для окружающих. И вы – пример для всех жителей Самарской губернии. У каждой пары своя удивительная история. Но всех объединяет одно. Они сумели сохранить самое ценное в жизни – семью. Ведь именно крепкие семейные отношения являются важнейшей основой государства. О чем часто говорит и губернатор Самарской области. Так будем работать, создавать все условия для родителей, для детей, для воспитания их. Для того, чтобы они расти полноценными, гармонично развитыми, со знаниями очень глубокими. 50 долгих лет любви, верности, преданности, счастья. И самое важное – огонь в глазах и уверенность, что впереди не меньше. Андрей Горгуленко, Алексей Золотенков. События. Соседями нужно дружить, уверены жители железнодорожного района Самары. Они частенько устраивают во дворе праздники, где пьют чай, собственно, ручно приготовленными угощениями поют песни под гармошку и решают важные общие вопросы. К ним на огонек заглянула Марина Матвеевшина. Музыка, танцы и звонкий детский смех. Во дворе 66-го дома по Никитинской настоящий праздник. Ребята показывают все свои таланты, а старшее поколение с удовольствием наслаждается. Концерт во дворе собрал аншлаг. Заняты все скамейки, а кто-то даже смотрит с высоты. Так лучше видно. Такие праздники в этом дворе проходят регулярно. Соседи вместе отмечают и Новый год, и Масленицу. А летом придумали свой день – праздник добрые соседи. Жители двора как-то стали более сплоченные, стали знать друг друга. Вместе уже дети играют, вместе общаются. И поэтому работать во дворе, конечно, легче. Потому что один человек ничего не сделает, только совместно. Торжества всегда проходят при поддержке районной власти и депутатов. Любая инициатива жителей находит отклик. Потому что только вместе можно добиться результата. Власть может сколько угодно вкладывать денег в благоустройство, в ремонт дорог, в обустройство дворов, в постановке каких-то детских площадок, спортивных площадок. Но без активности жителей, без их инициативы никогда и нигде ничего не получится. Пока дети резвятся на площадке и заняты делом, у взрослых появляется возможность отдохнуть, познакомиться и обсудить актуальные вопросы двора. То, что и называется настоящими добрососедскими отношениями. Россия всегда была сильной общинностью. Нельзя закрываться в своих маленьких домах, не знать соседа по площадке. Это неправильно. Когда люди не знают друг друга, это не государство, это не нация, это не страна. Поэтому такие праздники решают огромную государственную проблему. Добрые традиции соседских праздников в Железнодорожном районе станет примером для всех остальных, надеются организаторы проекта. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Определился состав команд КВН на третий кубок губернатора Самарской области. Веселые и находчивые из Казахстана, Белоруссии и России, в том числе и самарская команда, волжани, соберутся в МТЛ-арена 17 сентября. На праздник юмора ждут более двух тысяч зрителей. Билеты можно будет получить через вузы. Часть будет разыгрываться Самарской лигой КВН. Команда победителя увезет с собой главный приз – 25-килограммовый кубок. Организаторы обещают немало сюрпризов. Новый формат, новые задания и новые темы. Для наших команд Самарской это в первую очередь возможность повысить свой собственный профессиональный уровень. Дело в том, что соперники – это тоже уже сложившаяся традиция – это команды, которые выступают в высшей лиге. То есть это телевизионные звезды. А наши команды самарские только дебютируют. В ведущем мероприятии КВН губернатор Самарской области будет также Александр Александрович Масляков. Я вам скажу, что редкость, редчайший случай, когда Александр Александрович выезжает вообще на такие мероприятия. Новости спорта теперь в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарцы завоевали медали на Кубке России по легкой атлетике. Финал чемпионата России по стрельбе принес армейцам две бронзовые медали. Бронзовые велосипедисты первенства России – самарские гонщики. На первенстве в России по велоспорту шоссе отличные результаты показали самарские спортсмены. В командной гонке на 50 километров Никита Щербан, Дмитрий Борзов, Юрий Денисов и тольятинец Павел Дорогавцев выиграли бронзовые медали. На первом месте москвичи. На втором – команда из Санкт-Петербурга. В парной гонке одной секунды не хватило Никите Щербаню и Павлу Дорогавцеву для того, чтобы сделать бронзовый дубль. Выиграли заезд – снова велосипедисты из Москвы. В спортивно-стрелковом комплексе «Лисья-Нара» Московская область прошел чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Мастер-международник Андрей Щепетков из револьвера с 25 метров настрелял на бронзовую медаль. Его коллега Дарья Вдовина показала такой же результат, но уже из малокалиберной винтовки из положения лежа. Дистанция до мишени – 50 метров. Самарские армейцы выиграли две бронзовые медали на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском. Московская область на дистанции 400 метров с барьерами третье место заняла Валерия Храмова с результатом 57 секунд. Кубок у Веры Рудаковой из Перми и ее 55 секунд. 200 метровку у мужчин выиграл Денис Огорков из Липецка 21-07, 300-й ему проиграл Максим Файзулин из Тюмени. Самарец Максим Ухов финишировал третьим с результатом 21,4 секунды. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Хороших выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА